Sandfall Interactive показала свежий ролик Clare Obscure Expedition 33 — РПГ с пошаговой боёвкой, действие которой развернётся в мире, вдохновлённом прекрасной эпохой Франции. Правда, жить тут не так уж хорошо, как может показаться. Именно тут обитает таинственная художница, которая просыпается раз в год и рисует на своём проклятом монолите число, а затем каждый, чей возраст совпадает с написанным, погибает. В новом видео нам раскрыли ещё немного лора и, главное, представили актёров озвучки. Герои игры будут разговаривать голосами Сарви Головы, Голлума и Шэдоу Хард. Чарли Кокс озвучит находчивого и преданного своему делу инженера Густава, который посвящает свой последний год жизни победе над художницей. Энди Серкис сыграет Ренуара, решительного человека, движимого стремлением спасти свою семью. А Дженнифер Инглиш, исполнивший роль Шэдоу Хард в Baldur's Gate 3, Досталась роль Маэль — тихой одиночке, мечтающей о полётах. В игре обещают лишь один вариант озвучки — на английском, и текстовый перевод на все остальные языки, включая русский, так что на релизе нам всем предстоит услышать оригинальные голоса этих актёров. Также разработчики наконец сузили релизное окно для своего творения. Clare Obscure Expedition 33 должна выйти весной следующего года. Всем привет, это GSTV. Сегодня пятница, 18 октября 2024 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Saber Interactive готовится к запуску второго контентного сезона для Warhammer 40 000 Space Marine 2 в этом месяце. Игроки вновь отправятся на планету Кадако, получат пистолет Neo Volcate, а самые закалённые ультрамарины смогут испытать свои силы на уровне сложности «Летальный». Также в игре появится операция «Уничтожение», в которой игроки столкнутся с гигантским биотитаном Иерафантом. Этот гигантский тиранид станет крупнейшей угрозой на поле боя и потребует координации нескольких лазеров для его повреждения. Покупатели сезонного абонемента, наряду с бесплатным контентом, вскоре порадуют тематическим набором по мотивам Ордена Тёмных Ангелов — новыми стилями оружия, элементами брони и цветовыми схемами. Эксклюзивные раскраски получат силовой меч, плазменный пистолет и болт-винтовка. Не обойдётся и без чемпионского набора для класса «Счетоносца». Остальная часть трейлера подтверждает предыдущую дорожную карту, в которую входят новые PvP-арены и игровые режимы, дополнительные PvE-миссии, новые враги, а также режим Орды. Интересно, что в начале видео намекается на дальнейшие обновления после четвёртого сезона. Конкретные детали пока не раскрыты, но у разработчиков, похоже, большие планы на дальнейшую поддержку игры. Тем более, что недавно стало известно, что за месяц с небольшим после релиза в экшен уже сыграло 4,5 миллиона человек. Об этом с гордостью сообщили в издательстве Focus Entertainment, поблагодарив игроков за интерес. Если у вас возникают сложности с покупкой игр из-за ограничений, с Kids for Gamers вы можете снова вдохнуть свободу. Это торговая площадка с невероятным количеством товаров, и жителям РФ и Беларуси здесь доступно всё. Игры можно получать как ключами, так и гифтами. Можно закидывать игровую валюту, приобретать софт и пополнять свой баланс в самых крупных сервисах — Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, Amazon и Netflix. В том же разделе можно купить подписку на PlayStation Plus и Xbox Game Pass. Здесь много разных продавцов, благодаря чему есть конкуренция, а соответственно можно подобрать для себя наиболее выгодное предложение. Нет никаких сложностей с оплатой, в том числе имеется поддержка карт МИР. Наш промокод GSTV снизит стоимость совершенно любого товара на 20%. С ним вы добьётесь минимальных по рынку ценников. Плюс на Kids for Gamers вам никто не запрещает торговаться, попробуйте написать продавцу в чат и попросить у него скидку. Мы уверены, что у вас получится сэкономить ещё сверху 10-20%. Фраза «торговая площадка» — здесь не пустой звук. Ссылка в описании. BioWare и Electronic Arts определились с временем выхода Dragon Age The Valeguard на всех платформах. Игру решено выпустить одновременно во всём мире, причём это тот редкий случай, когда на консолях Valeguard выйдет тогда же, когда и на ПК. При этом релиз состоится не в полночь по местному времени, как это обычно бывает, а в 19.00 по Москве — 31 октября. В таких условиях особенно не повезло жителям восточных регионов, а они начнут играть в новый Dragon Age, когда на их территории официально наступит уже 1 ноября. Предзагрузить игру смогут только игроки на PlayStation 5 и Xbox Series, причём на последней она уже стартовала, а на PlayStation 5 откроется лишь 29 октября, в 19.00 по Москве. На ПК предзагрузки вообще не будет, поскольку Valeguard не снабжена антипиратской системой защиты ДНУВО, как и другими похожими решениями. Причём обычно игры Electronic Arts всегда получают хорошую антипиратскую защиту. Почему на этот раз от неё решено было отказаться, разработчики не пояснили. Возможно, это было сделано в пользу оптимизации игры. По крайней мере, на это намекают недавно появившиеся обновлённые системные требования, которые теперь включают ещё и вариант для трассировки лучей. Итак, если вы хотите включить все эффекты райтрейсинг и играть в разрешении 1440p при 30 фпс, вам понадобится Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X с 16 гигабайтами оперативной памяти и NVIDIA RTX 3080 либо AMD Radeon 6800XT. А для игры в 4К при 30 фпс с включёнными эффектами потребуется i9-12900K или Ryzen 9 7950X с 16 гигабайтами оперативной памяти и RTX 4080 или Radeon 7900XTX. Это те же системы, которые позволяют запустить версию без трассировки лучей в разрешении 4К, но уже при 60 фпс. Во всех случаях игра потребует 100 гигабайт места на SSD. Причём, BioWare не указала, используются ли методы апскейлинга для достижения этих разрешений и частоты кадров. Dambuster Studios планирует 22 октября выпустить крупное бесплатное обновление для зомби-боевика Dead Island 2. Апдейт этот добавит в игру кооперативный режим Орды Neighborhood Watch и режим нового Игра+. В своём блоге разработчики признались, что не хотели делать обычный режим с повторением пройденного, и поэтому они приготовили для геймеров целый ряд дополнительных причин вернуться на залитые кровью улицы. Как и в большинстве случаев, начать игру заново мы сможем своим прокачанным персонажам, сохранив всё полученное снаряжение. Игроки смогут заново начать компанию, пропустив пролог, но это лишь мелочи. Действительно интересно то, что геймплей новой игры Плюс заметно изменится. Не только вы будете обладать всеми навыками, но и зомби получат повышенный запас здоровья и урон. И вдобавок, чтобы жизнь не казалась пресной, в самых неожиданных местах второго прохождения игрокам будут встречаться более мощные враги, в том числе те, которые раньше располагались лишь на финальных уровнях. И самое главное — новая игра Плюс откроет новых противников — ревенантов, которых очень сложно уничтожить. Правда, тут игра даёт выбор — убивать их не обязательно, можно просто попытаться убежать, если вы, конечно, не хотите выбить за ликвидацию монстров уникальные трофеи. Кстати, игроки, решающиеся на такое прохождение, получат больше слотов для умений и способностей, а любое оружие, выпадающее в новой игре Плюс, будет мощнее, чем в основной компании. Всё это делает постгейм Dead Island 2 скорее новым уровнем сложности для тех, кому не хватало острых ощущений в обычной игре. Но если кто-то захочет ещё больше испытаний, он сможет воспользоваться картой навыков Мазохист, которая сделает ходячих мертвецов ещё более жестокими, максимально повысив сложность. В нашем магазине GSTV Shop можно купить игры и PS Plus по очень хорошей цене. Хотите сэкономить больше? Приобретайте аккаунт с нужной вам игрой всего за 50% от стоимости. Каталог, игр и подписок по ссылке в описании. Кажется, DLC The Lake House для Alan Wake 2 выйдет уже 22 октября. По крайней мере, эта дата появилась на страницах новозеландских и австралийских ритейлеров. Трейлер дополнения ранее показали на презентации State of Play. Сюжет предстоящего DLC расскажет о последствиях жуткого события, связанного с картинами и тёмной обителью, которое произошло на исследовательской станции Федерального бюро контроля у озера Колдрон. Действие развернётся параллельно событиям основной игры, а его главной героиней станет Киран Эстевес, агент-бюро. В начале следующей недели также выходит исследовательское метроидвание по знаменитой вселенной кинокомпании Legendary – Kong Survival Instinct. Игра появится тоже 22 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. И канал IGN на днях выложил 15 минут прохождения игры из начала сюжетной кампании. Игроков ждёт новая встреча с монстрами уже после событий фильма «Годзилла против Конга». Чудовища здесь номинально уже изгнаны, но по каким-то причинам Кинг-Конг вернулся, и от людей он теперь не в восторге. Возможно, потому что организация «Монарх», занимающаяся учётом разных колоссальных существ, решает исследовать обширные полости в недрах планеты. На фоне всего этого наш главный герой, простой обыватель по имени Дэвид, отправляется в самый эпицентр катастрофы, чтобы спасти свою дочь Стейси, затерявшуюся где-то в разрушенном городе. В видео можно посмотреть, как Дэвид оказывается в опустевшем пригороде и прокладывает себе путь через брошенные машины, промышленные здания и заправки, а также убегает от гигантского паука через разрушенные здания по уровню коридорного типа. Судя по всему, элементы локации будут довольно часто разрушаться, а сложности добавят различные препятствия, вроде заколоченных проходов и просто стен, через которые придётся перелазить, а также рассыпающийся прямо под ногами пол, ну и, конечно, разнообразные, более мелкие противники. Зато к Дэвиду в руки попадёт устройство Орка, которое способно отыскать признаки жизни и показать местоположение Конга, и даже порой отдавать приказы гигантской горилле. И ещё одна новость про 22 октября. Следующий вторник отчего-то оказался весьма популярным у издателей. В этот день в раннем доступе выйдет и зомби-боевик No More Room in Hell 2. Кстати, обычно, когда мы говорим «зомби-боевик», то сразу представляем кровавое месиво на экране и разрубание противников с максимально эффектным отрубанием конечностей, ну или хотя бы ожесточённую стрельбу по армии оживших мертвецов. Однако авторы No More Room in Hell 2 решили дать игрокам не только всё вышеперечисленное, но и возможность попрактиковаться в стелсе, если душа этого вдруг попросит. И именно механикам скрытности, которые помогут пробираться мимо зомби, разработчики из Stormbanner Studios посвятили свежий геймплейный ролик. В нём нам показали локацию рядом с церковью, где перед входом в здание бродят зомби, скрываться от которых можно, аккуратно пробираясь кустами. Внутри самой церкви тоже спокойно выдохнуть не получится, святое здание нежить совсем не смущает, а интерьер, залитый исключительно красным аварийным светом, производит довольно-таки гнетущее впечатление. Впрочем, в конце ролика авторы намекают, что в любой момент, когда такой стелс-хоррор игроку надоест, можно опять взять в руки оружие и расчистить себе путь более привычным способом. В целом разработчики изначально обещали нам вариативность во время прохождения миссий, где ключом к победе станут слаженная командная работа и продуманные действия. Студия Team Asobi начала добавлять в Астробот уровни для скоростного прохождения, которые позволят самым быстрым попасть в таблицу лидеров. Уровни будут бесплатными для всех владельцев Астробот. Всего их планируют пять, а выходить они будут еженедельно по четвергам в 16.00 по Москве вплоть до 14 ноября. Первый из них под названием Building Speed уже появился вчера. Ключевой тематикой стали локации над облаками. Игроки должны уворачиваться от кранов, разбивать ящики и использовать другие механики, за которые мы полюбили Астробот. На каждый из этих уровней разработчики также добавят по два специальных бота для спасения, которые будут иметь образы героев из игр PlayStation. Авторы уже говорили о появлении персонажей Stellar Blade и Helldivers 2, обещали и несколько секретных персонажей. Следующим уровнем станет Let It Slide, который появится, соответственно, 24 октября. Сегодня на ПК, Xbox и PlayStation выходит Unknown 9 Awakening — приключенческий экшен, издаваемый Бандай Намко, в котором главную героиню Харуну сыграла Аня Чалотра, известная по роли Йеннифер в сериале «Ведьмак» от Netflix. Издатель ещё за три дня до релиза представил релизный трейлер новинки, наполненный кучей кинематографических сцен с главной героиней. Нам в очередной раз показали, как Харуна манипулирует временем и пространством благодаря своему умению погружаться в таинственное измерение, которое называется «Складка». Сюжет Unknown 9 Awakening рассказывает о противостоянии Восходящем — загадочной организации, которая хочет поработить человечество с помощью параллельных миров. По ним-то и будет путешествовать Харуна, которая использует в бою подчинение разума врагов и другие способности, позволяющие хрупкой на вид девушке довольно эффектно расправляться с вооружёнными людьми. Нам показали, как девушка разбегается и смело прыгается с калой, чтобы приземлиться на дирижабль, в котором её ожидают не слишком дружелюбно настроенные персонажи. Вообще, Unknown 9 Awakening позиционируется как часть крупной трансмедийной франшизы, в которую войдёт не только сама игра, но и книги, комиксы, а также подкасты. Впрочем, игроков призывают не пугаться, поскольку для прохождения новинки необязательно знакомиться с другими продуктами по вселенной. Да и предстоящий экшен разработчики считают основным способом для знакомства с ней. Unknown 9 Awakening доступна и для российских пользователей, плюс в ней есть текстовый перевод на русский язык. Что вы думаете по поводу последних событий, пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на наш канал, а также на Boosty и Telegram. Заглядывайте почаще, у нас всегда есть новости. До встречи на GSTV.